Как часто нарушают ПДД гомельские таксисты? Комедия «Чебурашка» бьет рекорды в российском прокате, но немногие знают, что среди сценаристов сразу двое гомельчан. А еще в Беларуси изменили правила продажи алкоголя. 10 января на календаре в студии сильных новостей Алексей Шкуров. А вы смотрите вечерний выпуск. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Погнали! Начну с экономики. Из-за войны гомельский химзавод потерял 95% экспорта, но потом все равно вышел на рекорд. Такими данными поделился директор предприятия Дмитрий Черняков. По его словам, экспорт, который составлял 70% всей выручки, в одночасье обвалился в начале марта. Остался только внутренний рынок, причем убыточный. На протяжении пяти лет завод не поднимал цены на удобрения внутри страны, так как все убытки возмещал экспорт. Но весной предприятие стало прибегать ко всем мерам, которые помогли бы снизить затраты. Во-первых, химзавод начал экономить во всем. Во-вторых, пришлось поэтапно повышать цены на внутреннем рынке и переориентировать экспорт с рынка Украины, который по понятным причинам закрылся. Дмитрий Черняков отметил, что очень помогла регистрация отдельных марок удобрений в России. Этот процесс начался в 2020. На тот момент российский рынок не представлял большого интереса для Гомельского завода, потому что в РФ хватало своих производителей. Но в 2021-м эти самые регистрационные документы пригодились. Руководство Гомельского завода поставило на сотрудничество с самым крупным российским покупателем минеральных удобрений и не прогадало. Руководитель предприятия обратил внимание, что трудности не помешали заводу побить рекорд по экспорту, который превысил прошлый рекорд, достигнутый в 2021-м. Такси на особом контроле. Начальник Гомельской ГАИ рассказал, часто ли таксистов нарушают ПДД. Начальник управления ГАИ УВД обл. полкома Андрей Гаркуша провел прямую телефонную линию. Один из вопросов, который затронул начальник Гомельской ГАИ, касался нарушений ПДД среди таксистов. По словам Андрея Гаркуши, водители этой категории на особом контроле у госавтоинспекции. Почему? Для таких водителей характерны недисциплинированность и многочисленные нарушения ПДД, отметил начальник Гомельской ГАИ. Так, за 11 месяцев прошлого года выявлено и пресечено 3690 нарушений ПДД, совершенных водителями такси. Из них 539 нарушили требования дорожных знаков, разметки или правила проезда перекрестков. 480 не пропустили пешеходов. 437 превысили скорость. 286 не имели допуск к дорожному движению. 241 ездили на технически неисправном транспорте, а 115 нарушили правила перевозки пассажиров. Стоит добавить, что на 15 декабря 2022 в области произошло 22 ДТП с участием такси. 27 человек получили ранения различной степени тяжести, на 2 меньше по сравнению с 2021, и 6 погибли, на 5 больше. Белорусская ушастая овчарка. Нет, это не новое чудо-юдо. Именно так с легкой руки белорусских сценаристов назвали знакомого всем героя Чебурашку. Одноименная комедия бьет все рекорды проката, но немногие знают, что из четырех сценаристов этой картины сразу три белоруса. Их зовут Виталий Шляпа, а также Анатолий Молчанов и Вячеслав Зуб. А они и вовсе гомельчан. Ребята красавчики, вам привет из родного города. А в Гомеле появится музейная комната-гостиная у сухих. Что же там можно будет увидеть? Осенью этого года университет имени Сухого будет отмечать 55 лет со дня основания. По этому поводу в ВУЗе откроется музейная комната, посвященная семье известного авиаконструктора, пишет Белка. Располагаться музейная комната будет в одной из комнат студенческого общежития. Там решили воссоздать ту атмосферу, в которой прошло детство и юность человека, чье имя носит университет. Ну а что именно будет в музейной комнате? Это вещи конца позапрошлого середины прошлого веков. Книги, журналы, газеты, предметы быта. Будет здесь и немало вещей, принадлежавших лично Павлу Сухому. Когда именно откроется музейная комната, станет известно чуть позже. Женщина-огонь. Гомельчанка попала в больницу с ожогами. Как оказалось, она прикуривала от газовой конфорки. Спасателям вчера утром поступило сообщение, что жительница дома по улице Богданова получила ожоги. Как выяснилось, гомельчанка решила прикурить сигарету от конфорки газовой плиты, в результате чего на ней загорелись волосы и одежда. Возгорание она потушила сама, а после вызвала скорую. После осмотра ее госпитализировали в учреждение здравоохранения. К слову, это не единственный пожар, который произошел за минувшие сутки на Гомельщине. Так, в деревне Бабичи Чечерского района горел жилой дом. Спасатели под завалами нашли сильно обгоревший труп хозяина дома. Одна из версий причины пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. К новостям страны. В Беларуси будут по-новому продавать алкоголь. Теперь его нельзя будет выкладывать возле КАС. Так распорядился сам Мин. Из этого правила есть исключения. Это алкомаркеты, автолавки, заведения общепита, а также небольшие магазинчики площадью до 400 квадратов. Документ вступает в силу с 22 января. Республиканская комиссия по оценке информационной продукции за последние два года нашла проявление экстремизма почти везде, где проверяла. Такими данными поделилась депутат Палаты представителей Лилия Ананич, которая и возглавляет эту комиссию. По словам депутата, были оценены 1400 объектов исследования. В 1379 из них представители комиссии обнаружили наличие признаков проявления экстремизма и реабилитации нацизма. По всем таким материалам были приняты решения. Ну и немного криминала. В Бобруйске девятиклассник продавал электронную сигарету, но сделка так и не состоялась. Вместо денег потенциальный покупатель приставил к его горлу теса. Об этой криминальной истории поведал телеграм-канал «Обратная сторона». Девятиклассник решил избавиться от своего электронного девайса. Дабы пристроить электронную сигарету в надежные руки, разместил объявление на одной из интернет-площадок. Вскоре ему назначили встречу. 17-летний покупатель в нужном месте появился в компании своего товарища. Продавцу он сказал, что сейчас заскочит домой за деньгами и зашел в один из подъездов ближайшего дома. Через несколько минут они действительно вышли из подъезда. Но вместо денег покупатель приставил горлу продавца тесак. Школьник со всех ног пустился домой, где рассказал родителям о нападении. Правда, вначале о сигарете умолчал, чтобы не влетело за то, что курит. Но вскоре во всем пришлось сознаться. Найти нападавшего оказалось не так просто. Как оказалось в доме, у которого была назначена встреча, не живет. Афин зайти домой за деньгами специально придумал, чтобы замести следы. Сейчас хитроумный парниша находится в ВВС и заработал статью за разбой. И в заключении. У белорусов появилась еще одна возможность получить шенген. Документы на визу стала принимать Хорватия. Чтобы записаться на подачу документов для получения шенгенской визы через визовый центр Хорватии, нужно отправить письмо на электронную почту, которую вы видите на экране. В нем обязательно следует указать имя и фамилию заявителя, как в паспорте. Цель поездки – контактный номер телефона, тип подачи. Как быстро смогут принять документы и на какой срок Хорватия будет выдавать визы, будут ли отказы, пока неизвестно. Перечень документов для оформления шенгенской визы можно посмотреть на сайте Хорватского визового центра. На этом у меня все. Подписывайтесь на сильные новости в социальных сетях, ставьте лайки, присылайте нам свои истории, мы о них расскажем. Над выпуском работал Алексей Шкуров. До встречи на сильных новостях уже завтра. Субтитры создавал DimaTorzok